Привет, ребят! Это новый влог. С этого момента я, наверное, буду писать в углу к видосу, сколько дней нам осталось до путешествия, потому что я очень буду его ждать. Это прям классно, резко попасть из зимы в лето. И не ответил на самый главный вопрос, на сколько мы летим в Таиланд. Примерно три месяца. Вот так вот я бы хотел обозначить границы. По поводу денег вы все спрашиваете. Я возьму с собой наличку. Я возьму с собой две карты от МТС и Газпромбанка. Это будет UnionPay, популярная платежная система в Азии. И плюс еще там есть история с тем, что есть чувак на острове, которому можно на тенек закинуть рубли, и он вам даст баты. Зарплата мне приходит на российскую карту, а дальше я буду просто перебрасывать и снимать либо баты, либо доллары. Ну, скорее всего, просто баты. Самых замороченных дел мне нужно будет еще определиться с отелем, но у меня есть идея просто взять что-нибудь на недельку. Да, и за это время на острове уже определиться окончательно с жильем, потому что нам нужно условно на долгий срок. Понятно, это не год, но несколько месяцев. Перезаписываю этот кусочек уже десятый раз. У меня там первый вышел нормальный, да, как бы свет такой белый, а потом постоянно желтый. Меня это дико бесит. Такое ощущение, что у меня какая-то болезнь, блин, печени. Так вот, отель я буду бронировать на сайте островок.ру, потому что без геморроя можно сейчас расплатиться российской картой, а потом, когда уже прилетим, там, наликом, как-нибудь разберемся. Это третистепенный вопрос. Помимо стоимости отеля, основной критерием будет, это, конечно, местоположение. Я-то буду работать и хочу, чтобы у Катюхи были, ну, рядом доступны всякие ништяки. Пляж, едальний и вот это все. Не хочу, чтобы она тратила большое количество времени на передвижение. По поводу виз я, конечно, в курсе, что сейчас они действуют 45 дней, до этого было 30. Мы сделаем визаран по окончании первой визы, а потом снова вернемся в Таиланд. И вот так вот у нас получится 3 месяца. А может быть, мы еще задержимся в Азии, только не знаю, где. Ладно, перейдем от Таиланда к нашему быту. Мы сейчас собираемся есть. Катя, щавельный или щавельный суп? Как правильно я хрен его знаю? Я буду борщ, такой себе беру с говядиной, офигенский. И все это дело полирну сметаной и вот такие лепешки берем. Это пята среди зимноморская. И будут, да, сосисон. А может это, знаешь, как полосочками их вот так вот порезать и на гриль. И еще мне тут к чаю что-то прилетело. Овсяное постное печенье. Упаковка, конечно, так себе, но оно правда вкусное. И курабье бакинское. В Азербайджан не съездим, но кусочек баку в нашей квартире. Кажется, понял, в чем было дело. Выбрал случайно цветовой профиль Vibrant, он называется. И из-за этого у меня была дико оранжевая кожа. Сейчас проверим небольшой тестик. Не покажи, что ты сделал. Давай. Ну да, я случайно тут... Кривиться. Ну да, видите, прям до мяса. Я только не поняла, чем ты это сделал. А я тебе потом покажу. Сегодня такой классный день был, солнечный. Но я, к сожалению, все пропустил, потому что у меня было очень много работы. А я очень хотел провести полевой тест ND-фильтра. По поводу клавиш. Все, нашелся победитель. Я ему скоро это все дело отправлю. Живет он в Казахстане. И буду использовать СДЭК, наверное. Ну, или Почту России. Как же мне нравится вот эта лампа Xeon, которая стоит у меня на столе. Вот так вот ее можно чуть-чуть вверх поднять. И отличная картинка. Мне хорошо видно в комнате, потому что я часто снимаю в таком полутуском свете. И, ну, ее немножко, так скажем, пидорасит, да. Всякие пиксели появляются. Смотрю сейчас комментарии на Ютубе. И хочу на несколько ответить. Так, мне там по работе что-то летит. Подожду 5 минут. Ничего страшного. Так, нахожусь в ноябре в Таиланде, на Пхукете. И было только 8 дней солнечно. А сейчас уже неделю постоянно идут дожди и пасмурно. Дело в том, что high season в Таиланде это такая динамичная вещь. Нет такого типа 1 ноября. Хоп. И сразу солнце. То есть, это такой постепенный процесс. Но если сейчас high season задерживается, то он и растянется. Кто-то тут спрашивал, а зачем меня эти рубли на доллары, чтобы втазь с собой взять. Дело в том, что изначально мы планировали путешествие в Грузию и Азербайджан. Поэтому у нас просто остался налик, который мы с собой заберем. Так как это деньги, ну, ничего страшного. Еще тут есть небольшое сомнение. То, что Катюха полетит с баулами, ох уж эти ваши женские штучки. На самом деле не так. Мы с двумя рюкзаками постараемся улететь. А вот прилетим в Москву уже, конечно, с баулами. Потому что будем что-то покупать из одежды. Плюс не забывайте, там нет никаких санкций. И, скорее всего, мы там немножечко затаримся. Погнали дальше читать комментарии. Тут прям совсем простой. Пхукет. Да, Пхукет. Мне там очень нравится. Это прям моя любовь. Дальше. По поводу детей. Да, я очень хочу. Но не могу прокомментировать. Почему же у меня их пока не случилось. Со здоровьем у меня все окей, если что. Так, дальше. Красавчики. Хватит дома сидеть. Что насчет прививок перед тайм? Тут на самом деле парень очень правильно ответил, что никакие прививки не нужны. И малярии встречаются там редко. Она действительно в основном на севере. Это регион Ченгмай. И из лихорадок там только денге, который переносит комары. Один раз я этим болел. И у меня была температура, ломила кости. Ну, то есть было похоже просто на какой-то гриб такой легкий. А вот для тайцев это может оказаться смертельной болезнью. Вот такая особенность европейского организма. То есть для азиатов это прям смерти подобно. Я не знаю статистику точную, но вроде как они прям сильные из-за этого парятся. Какую банковскую карту в тайе планируете открыть? Никакую я в тайе не буду открывать. Потому что способов оплаты нашей жизни предостаточно. А для открытия, может быть, я конечно ошибаюсь, но нужен ворк-пермит. Вот когда я там официально работал, да. Я открыл там карту, у меня часть зарплаты приходила. И так далее. Еще один вопрос. Ты уже купил GoPro 11 или может быть есть в планах? Я правда комментом ответил, но отвечу еще и голосом. Потому что я уже давно снимаю на GoPro 11 в районе двух месяцев. И эта камера мне очень нравится. Я до этого, если помните, пробовал семерку, восьмерку, девятку. Десятку я пропустил. И они мне не нравились. Последняя отличная GoPro, которая мне прям очень сильно нравилась, это была четверка. Это прям кайф. Все остальное было говнецом. И вот одиннадцатая теперь для меня какой-то фаворит. Мне она больше даже нравится, чем Sony X3000. По звуку вы сами слышите, здесь все хорошо. Если вырубить вот этот режим ветрозащиты, который очень сильно глушит все дело. А пенку надеваешь и вообще супер. Вот я с вами сейчас разговариваю. Никаких проблем. Да и на улице тоже болтал без конца. Ни разу вы мне ни про ветер не писали, ни про то, что тихо. Потому что я отключил эту настройку. Кто-то спрашивает, обкурен ли я. Нет, я не курю. Ну, в смысле, Айкос, да? Вот такую штучку. А всякие запрещенные нет. Да вроде бы и все. Ну, пишите комментарии. Я постараюсь редко, но метко отвечать на них. Потому что вы часто жалуетесь. Мол, я такой весь недоступный. Хотя все комменты читаю. Очень много, конечно, там негатива со стороны женщин, которые думают, что я Сашу сильно обидел. Но они просто не в курсе ситуации. Я думаю, взрослые, умные люди прекрасно понимают, что произошло. И не нужно ничего объяснять. Это моя инициатива была. Еще раз повторю. А, вот, еще один короткий, маленький вопрос. Что по ценам на билеты? Я заплатил со страховкой 101 тысячу рублей. Ну, раз у меня не получилось записать, я вам просто на примере видоса покажу, зачем нужен НДшник. Я зашел на канал Миг Берксма. Такой известный чувак, который постоянно гоупрошки тестит. Так вот, смотрите, картинка справа у нас НДш-16 и слева без него. Вот, например, вы снимаете в движении что-то. Видно, да, что у роликов появляется такой моушен-блюр. Так, если вы снимаете воду, я прямо сейчас буду перематывать. Вот наглядная разница. И то же самое касается вот всяких пляжных вот таких историй. Видите, тут водичка как будто течет, а тут она статична. И я тоже самое хочу снимать. Но, опять же, скорее всего попробую уже в Таиланде. А мы сейчас будем есть. Катя приготовила мою любимую курицу по новому рецепту. Но, к сожалению, запахи не передаются через камеру, но это очень вкусно. И пти-тим. А пить я буду квас. Я просто вообще без перерыва сегодня заметила. Вообще к тебе не выбегала. На 2 минуты выбежала. Да, завтра будет то же самое. Я выпустила новый влог. Начала монтировать видос про покупки. Про покупки, про покупки, про покупочки мои. Да, именно так. Вот, еще я убралась, как видишь, если ты вообще заметила. Не заметила, потому что я не выходила. Понятно. Ну тут срать был. Теперь нет. Вот, что я еще сделала? А, ну заполняла ежедневничек. Ну, в принципе, наверное, все. Нормально тебе. Но это много. Много? Вот у меня много. Я там, блин, стратегию сидел, пердел делал. Надеюсь, что примут. Опять же, повторюсь. Сейчас еще иди сюда ко мне. Здесь такой свет классный. Можно я прямо на свет не буду выходить? Я максимально плохо себя сейчас чувствую в плане внешности. Потому что у меня голова грязь. Да ты у меня все равно красоточка. Ну ладно. Я сейчас сказать хотела. Ну-ка. А, вот этот лог последний, который я выложила, он максимально похож на твой, потому что я не заморачивалась. Я его быстро смонтировала. Ну как, часа два монтировала. Но по сравнению с тем, что я могу сутки монтировать, в предыдущем видосе так было, этот быстро и просто нарезку сделала. Все правильно. Без каких-либо там штучек. Да не, все правильно. Мне кажется, людям проще получать контент быстро, чем в отличном качестве и раз в месяц. Не, ну вот я с тобой не согласна. Насчет Питера, допустим, твой блог, у тебя просто нарезка как бы, да? Ты быстренько смонтировал и все. Нифига себе нарезка. Я его, блин, нарезал, там у меня материала было. Я столько сделал там музыкальных вставок, столько всяких подписей. Ничего подобного. Я просто снимаю так, что мне не приходится очень много обрезать. Ну возможно, возможно. Просто я и Питер помню то, что очень долго монтировал. Но результат классный. Мне понравилось. И плюс еще в Таиланде, ну прикольно будет, так как у тебя новые эмоции. Ты много-много будешь снимать. И люди готовы будут смотреть даже без какой-то лютой обработки. Потому что там такая красота и столько всего интересного будет у тебя. Мне кажется, я так буду постоянно ходить, лыбиться и просто хочется на самом деле найти, не знаю, может быть, в Инстаграме где-то девчонку русскую в Таиланде, которая там сейчас живет. Да, я тебя познакомлю. Ну или я сама найду. Лишка и мята сегодня. Такая жопа. Ничего страшного. Ну что, давай поедим? Да, давай, включай. Давай. Если меня сейчас не вызвонят, блин, опять и скажут, ну-ка давай доделай. Если я сейчас с Титим, я максимально предпочитаю. В плане чего? Титим очень много, слишком много. Мне кажется, мы столько не съедим. Ну ладно, ничего. Ну сколько съедим. Жалко, кетчупа нет. Так, а сколько у нас тут кваса-то? Ну я не знаю, нам на двоих не хватит. Пойду за еще одной бутылкой.